Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестрёнки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Вьетнам! Far Cry 5. Обновление Вьетнам, чёрт побери. Ты знаешь, я когда это увидел, я когда об этом узнал, меня сразу навеяло детские воспоминания об играх во Вьетнаме, понимаешь? О тех самых играх, которые доставляли удовольствие в джунглях. Но мне... Ты редко когда решаешь, кто будет жить, а кто умрёт. Ладно, давай послушай. Всё, что ты можешь, защищать своих братьев, несмотря ни на что. И если повезёт, никто из вас не погибнет. Ну да. Мы были лучшими, были суперкомандой, мы были братьями. Ещё две мили, не зрелять, вертолёты готовят посадку. Чёртов Чавес, этот парень всегда был заводилой. Выбирал между тюрьмой и армией. И этот дебил пошёл в армию. Хватит читать, болван, пропустишь войну. Война уже закончилась, Чавес. До зоны посадки 30 секунд. Господь благослови нас, ибо мы страдаем. Помолись и за меня, может, чтоб я случайно не перестрелил болвана. Где я в этом? Да, тут без божьей помощи не обойтись, старик. А ну-ка, собрались! Началось! Петон в опять. Вы из них, кто стреляет. На 13 часов. А я? Я был вторым пилотом. Но меня называли попросту. Комбой! Дрогни этих гадов! Отлично, я играю за ковбоя. Сейчас вертолёты сбиваются, и мы ищем сына в лесу. Да? Так будет? Или как-то иначе? Нет, сели, смотри-ка. Офигеть, не банально. Наконец-то выиграть делают не банально. А ну они всё-таки... Блядь! Надо всё испортить! Почему надо было всё испортить? Почему? Почему падающий вертолёт опять? Да, как у тебя дела сегодня, кстати? Чё там у тебя новое? Интересно. Рассказывай, пиши. Говорят, судный день был недавно у тех, кто заканчивает школу. Напиши, как ты его пережил, если это тебе коснулось. На войне ты защищаешь своих братьев любой ценой, что бы ни случилось. И если повезёт, никто из вас не погибнет. Ну а нафиг. Нормально так. Юбисофт Шанхай представляет. МТА! Мусуан! Куда вы шли? Что у вас за цель? Джеймс Кеннет, сержант армии США. Личный номер. Ромео Альфа 4-6. Нет! Говори, или умрёшь? Джеймс Кеннет, сержант армии США. Личный... Нет! Говори! Слушай, просто ёбни его. Зачем ты с ним разговариваешь? Сержант, окажи мне услугу, говбой. Сержант! А ты что там выёбываешься в клетке? Тебе ещё не дали поиграть. Очень жаль. Твой друг. Мне так жаль. И как же нам выбраться отсюда? Эй, ты знаешь, о чём они там говорят? Очень большая пантера, она где-то тут. Тело твоего друга отнесут в джунгли и бросят. Мне жаль. Умрётки. Негодяю. Слушай, что мы будем делать с тем лэк-плейщиком? Он позже всех записывает в Far Cry. Но дадим ему поиграть. Ну тхуль делать-то ещё. Ваш вертолёт тут недалеко. Когда тебя нашли, он горел слишком горячо. Воздух! Это наши! Чувствую пиздалеки сейчас будет этим четырём бойцам. И нам тоже с тобой, девочки. Потому что нашим, видимо, похер, что в плену. Свои бойцы, блин. Нормально вообще, нормально. Нормально, весело. Время тьмы. Пять звёзд. Так, значит, всё-таки нас это обошло стороной. Ну естественно, естественно. За кого-то же играть надо. Поэтому нас это обходит с тобой стороной, братишка. Ну давай посмотрим, что здесь происходит вообще. Так, девочки-пиздарики. Девочка не дожила, к сожалению. Но это тоже было предсказуемо. В принципе, тут персонаж начинает испытывать какое-то чувство к другому выжившему. Его убивают и тебе становится плохо. Эти парни не сдаются. Бля, это по мне, что ли, стреляют? Ребята! Ребята! Я только, блядь, выжил! Уйдите от вертолёта вна! Оу-оу-оу-оу-оу! Вертолёт вна! Не стреляй в меня, блядь! Так, понятно, всё как в Far Cry. Опа! Кустик! Ты меня не видишь, я тебя не вижу. Мы друг друга не видим. Я ушёл от вертолёта. Да? Я ушёл от вертолёта! Вертолёт! Бля, не ушёл, походу. Мне нужно куда-нибудь другое место уйти от вертолёта. Подожди, подожди, подожди. Опа-опа-опа! Хера? Теперь я ушёл от вертолёта? Но явно я его не вижу, и он меня не видит, нет? Сколько должно времени пройти, чтобы я ушёл от него? Улетай, вертолёт! Надеюсь, никто за яйца здесь не укусит за жопу. Это ж в джунгли всё-таки. Кто-нибудь заползёт сейчас в попку. И потом будет мне мешать играть всю игру. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я ушёл или нет? Я не могу понять. Куда мне уходить? Ладно, побежали дальше. Ох, нихуя себе! Чё это было? Отлично, истребители. Минус один вертолёт. Понял. Истребители прилетели наши. Ладно, побежали. Найдите место крушения вашего вертолёта. Далековато меня оттащило. Ну, по атмосферке посмотреть. Джунгли, джунгли, Фаркрай, джунгли. Вьетнам, чёрт побери. А, я тебе сейчас расскажу. Я когда-то очень любил игры Войнушки во Вьетнаме. Да, это был год, наверное, 2001-2000, может быть, начало. Ну, 99-2001. Там была графика, как в Дюке-Нюкеме. Привет, козы. Какого с дела? Вот, и я прям тащился от этого. Интересно, передадут ли разработчики атмосферу? Ту, которую я жду. Совершайте тихие убийства. А используйте атаки ближнего боя. Если вас заметят, вы потеряете все навыки инстинкта выживания. Нихера себе! Инстинкт выживания. Навык адреналин. Увеличивает скорость передвижения. Пригнувшись, враги в радиусе 10 метров будут отмечаться автоматически. Навык призрак. Позволяет вам тише ходить, бегать и прыгать. Также снижает урон. Навык шестое чувство. Автоматически отмечает врагов. Навык хищник. Отмечает врагов, находящиеся за стенами. Нихера себе какой ты, хищный, дерзкий. Кто это был? Слышал звук такой? Пиздюки что-то осматривают. Лейспейщик сбежал. Мы его найдем. Да, точно найдем. Здравствуй, ёб твою мать. Здравствуй, Петя! Опа! Перенести тело мне не нужно. Мне нужна аптечка. Я могу ее скушать сейчас? Я могу скушать аптечку сейчас? Я бы был бы с удовольствием рад. Снаряжение. Чего у меня есть? Зажигалки, материалы. В сети. Журнальчик у нас есть и карта. Смотри, целая новая карта. Точка эвакуации, база Эхо. Так, у нас есть аптечка, и она нас пополняет, да? Меня кто-нибудь слышит? Петон-2-5. Слышу громко и четко. Это база Эхо. Сообщает, что ваш вертолет упал в пяти километрах к западу от нас. Дело не в проворот. Тебе придется добираться до нас самому. Авиация накрыла вражеские позиции в полукилометре отсюда. Так что будь осторожен. Как понял? Понял. Скоро буду. Конец связи. Да, Петон, скоро буду. Вы можете играть в темное время вместе с другом. Стоя рядом с напарником, чтобы поделиться с ним боеприпасами. Так, это понятно, это ясно. Лагерь в западной долине. Лагерь вна. Главное, по дороге не съесть говна. Так, а это кто такие бегают? Это кто такие? Что за пиздюки? Здесь есть игуаны? И мне нужна с нее броня? Возможно. А возможно и нет. Ладно, побежали дальше. Атмосфера, посмотри, посмотри. Атмосфера. Вот это я хотел прочувствовать. Мне интересно, насколько здесь это будет атмосферно. Насколько мы здесь сможем уничтожать аккуратно, как хищник настоящий. Патрули вьетнамских бойцов. Давай. Давай, 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 да. 152 метра. Атмосферненько так, уютненько. Хорошо. Здесь можно песос прополоскать. Здесь хорошо все. Сюда мы забраться можем как-то? Да, мы можем забираться. Замечательно. Ну не надо плыть, пожалуйста, в водопаде. Просто забирайся. Да, 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 да. Все хорошо. 108 метров. Везде бомбежка. Везде были взрывы. Взрывы опять. Приближаются истребители. Если хочешь, они твои. Возьмите бинокль и нажмите. Поддержку с воздуха в выбранное место. Где мне взять бинокль? А, вот, понял. Бинокль у нас есть. Запросить поддержку. 3 из 5. Где здесь говнария? Ага, вот говнария. Вот мы в них прямо сейчас и запросим поддержку. Питон 2-5. Внимание, к вам приближается противник. Это весело. Это интересно. Пожалуйста. Домой! Весело, бля, весело. Минус все. Опа, меня кто-то там замечает. Там еще, да. Там еще кто-то. Питон! Мы еще не закончили, Питончик! Сокол 0-1 готов стрелять. Бомби, херач. Взрывай, Питон! Война во Вьетнаме. Жалко, что у меня мало питонов. Было бы весело. Бомбить все, что ты видишь. Давай посмотрим, что здесь есть. Господи, они ничего не поняли. Они так ничего и не поняли, как их взорвало просто. Вроде бы мы здесь все почистили, насколько я понимаю. Или есть еще. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще живете? Вроде бы нет. Еще! Headshot! Лагерь Западной долине. Зачищено. Так, замечательно. Мы защищаем с тобой какой-то лагерь в самом начале. Все как в пятом Фаркрайне. Этот лагерь будет наш, здесь будут торговцы, да, либо что-нибудь такое. Или нет. Дай проверим. Это питон 2-5. Я уничтожил вражеский лагерь. Ну, дробашек есть. Истребители готовы. Так, обыскали. Припасы получили. Так, бамбуковая палка у нас есть. Теперь что? Доступен дополнительный авиаудар. Так, мы заработали с тобой на дополнительный авиаудар. Что здесь? Запасы какие-то и... Опа-на. По стелсу можно работать. Вот это вот веселее уже. То, что у нас есть лук с тобой. Давай хорошенечко осмотрим, что это за записка. Командующим секторам срочно задержите всех подозрительных лиц и подготовьте их и пленных вражеских солдат к допросу. Окажите им свою необходимую медицинскую помощь. Обеспечьте пищей и водой до встречи со старшим офицером. Так, кстати, братишка, если ты хочешь, чтобы я попроходил ее, не забывай поддержать меня своим царским, королевским, самым лучшим в мире на ютубе лайком. И, соответственно, я попрохожу Far Cry 5 во Вьетнаме. Все зависит, естественно, от тебя и от твоих намерений. Вот вампир не поддержали, ребята, вторую серию, и придется закрыть вампир прохождение, понимаешь? Это очень плохо. Выберите метательное оружие в селекторе оружия. Удерживайте Q. Нужный предмет. Выждать перед броском. Метательное оружие. Например, мы берем метательный нож. Это селектор. А, вот так вот мы задерживаем. Все понятно. То есть, какое метательное у нас будет? Я понял. Все так же, как в Far Cry. Так, ладно, побежали дальше. Какая цель у нас, неизвестно. Но хочется по стелсу повоевать. Вроде никого не видно. Понял, сэр. Ваша основная задача – добраться до точки эвакуации. Но если вы будете спасать военнопленных, уничтожать зенитное оружие, защищать лагеря и завершать различные испытания, то очень поможете союзникам. Все, понял. Понял, нужно, значит, спасать и освобождать, да? Блин, посмотри, джунгли такие. Так много открытых пространств здесь. Это довольно интересно. Где-то же должны быть всякие патрули, еще что-то. Так, еще одна аптека у нас есть. Так, в эту хижину мы пробраться можем? Там кто-нибудь вообще живет? Пожалуйста, отлепляйся. Возможно, в этой хижине кто-то живет. А, возможно, и нет. Ладно, Хвин с ним. Пойдем дальше. Пойдем чекать. Воп, 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 нихуя себе! Бетон 2.5, поддержки с воздуха не будет, пока ты не выведешь из строя орудия. Если в области есть активное зенитное оружие, вы сможете запросить поддержку с воздуха. Уничтожайте зенитные. Выполняйте задание, вы получите возможность запросить один авиаудар. А где зенитное оружие? Орудие. Ага, вот она зениточка. Нифига себе мне далеко бежать, в принципе, до туда. А внизу еще какой-то лагерь. Кто там вообще? Есть ли там говнарики? Я вижу тело. Хорошо, зенитка у нас есть, которая нам мешает. Давай аккуратно спустимся здесь. Здесь вон есть веревки. На веревках сейчас, чувствую, будем ездить. Да-да-да-да-да. А стоит ли нам на веревках ездить, если нам... Нам прямо, в принципе. Ну, давай съездим на веревках. Давай посмотрим, что там на трассе. Что? Громкоговорители спрятали в джунглях. Уничтожьте их, чтобы помочь союзникам не дать деморализовать оказавшихся поблизости солдат. Эту технику использовали... Эту технику использовали во Вьетнаме. Но это не так страшно. Потому что вот так подходишь и все. Так, уничтожены громкоговорители один. Аптечка имитательная я взять не могу. Что здесь еще есть? Есть стрелы. Переодеться бы во вьетнамского бойца. Вот бы было классно на самом деле. Правда, глаза узенькими не сделать, но тем не менее. Ладно, пойдем дальше. Пойдем посмотрим, что здесь происходит. Очень много джунглей. Очень-очень по джунглинам и здесь все. Очень плотно. Плотность растительности нереально высока. Речная вылазка. Вьетнамские военнопленные. 40 метров. Кышка-ракашка. Тих-тих-тих-тих. Вам нравится, блядь? Так вам нравится, блядь? Хорошо вам. О, акулик. Так, кто еще здесь? Помогаю, помогаю тебе, братишка. Южно-вьетнамских военнопленных держат в различных точках по всему региону. Если вы освободите их, они поделятся с вами ценными сведениями. Что за сведения у тебя есть? Делись. Ты спас меня, давай помогу. Говорит Питон-2-5. Союзный военнопленный найден и освобожден. У нас на связи истребитель с полным боезапасом. Уничтожь зенитку и мы отправим его к тебе. Понял. Так, хорошо. Военнопленных мы здесь освобождаем. Девайсы всякие подбираем. Есть ли здесь какие-то магазины? Я не знаю. Что-нибудь по улучшению снаряжения. Хотя это Вьетнам, как бы. Какие здесь магазины? Но вот сюда мне нужно сейчас двигаться, по идее. Здесь еще у нас какая-то цель есть. Но мне вот сюда вот надо. Мне нужно зенитку грохнуть любой ценой. Оба-на! Кто там пасется? Там коровки, бычки. Тихо. Эти на хуй, извини. Тихнул. Спасибо, спасибо. Спасибо. Кто там, блядь? Уеба. Уебы. Смотри. Нахуй пошел. Патруль. Опа. Это патруль, смотри-ка, бля. Хояк, пиздык. И еще патрульные. Очень много патрулей здесь. Ну че, маленький, блядь. Каково это тебе? Чувствовать себя жертвой. Я почему-то постоянно между двумя этими пытаюсь прицелиться. Нужно по-другому целиться. Все в порядке, пацаны. Успокаиваемся, успокаиваемся. Че там за дымовушка какая-то пошла? Так, мы стрелу здесь получили. Где здесь еще тело со стрелой? Я же много стрел потратил на вас, ребятки. Где-то еще должны быть челики со стрелами. Кто там еще? Кто там еще повоевать хочет? Ну, заебали. Проще так, наверное, да, чем эти, блядь, стелсы, хуелсы? Где там, блядь? Где, давай! Где еще? Так, все ровно. Стрелой не очень удобно, потому что нужно левее брать, чем две точки белые. Не могу к этому привыкнуть пока. Ну ладно, посмотрим сейчас. Давай смотреть, что будет дальше. Пока все довольно интересно. Привет, козочка. Как у тебя дела сегодня, коза? Козочки, дикие звери какие-то по-любому будут. Так, нам нужно там уничтожить сейчас зениточку. Посмотреть, что будет из этого. Опа. Это пиздюк мой. Меня здесь нет, это не я. Никого здесь нет. Ты никого не видишь. Нет, все верно. Все верно. Ты никого не видишь абсолютно. Меня здесь нет, ребята. Будьте осторожны и спокойны. У вас все хорошо. Здравствуй. Петушня. У них тут раненый один был. Так, женщину мы тоже забрали. Хорошо, идем дальше, идем дальше, аккуратно. Вон, зенитки работают, смотри. Гоним коров. Давайте нападем на зенитки, коровы. Деморализуем врага. Давай, давай, давай. Гоним стадо. Гоним стадо туда. Да, 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 да. Прямо туда, пацаны. Давайте. Это прикрытие. Пацаны, туда нет. Пацаны! На зенитке! Чё, блин? Давайте на зенитке! Что вы такие глупые? Идём! Пацаны! Пацаны на зенитке! Всегда знал, что коровы тупые. Туповатые, по крайней мере. Хоть чуть-чуть. Пацаны на зенитке не захотели. Так, 200 метров. Ладно, двигаемся дальше. Пока всё чётко. Стрел очень мало. Два метательных оружия. У меня есть только акулик. Зенитки очень близко. Патрулей здесь я не вижу. По стелсу играть, кстати, интересно. Вот именно в этом режимчике. Такая, знаешь, такая атмосфера своя здесь присутствует. Самолёты, самолёты. Ох, летают самолёты. Так, зенитным контролируют воздушное пространство. Нейтрализуйте их, чтобы захватывать поддержку с воздуха. А, я же её не могу с воздуха убить. Правильно? Правильно. Мне нужно как раз зачистить это всё. Так. Вот это мне нравится. Вот это радостно. Здравствуйте. Как у вас отдых сегодня? Хорошо, ребята? Так, значит, уничтожайте зенитное оружие. Так. Как его сломать? Так, нахуй. Всё, начинаю ломать. Начинаю. Во. Всё, сейчас, пацаны, уничтожу. Практически. Блядь, что-то не ломается. Хм, наверное, это как-то по-другому. Что здесь у них было? Взрывчатка. О, пожалуйста, есть взрывчатка. Есть же взрывчатка. Пожалуйста. Эй, парни, минус одно орудие. Минус, да. Так, значит, тяжёлое орудие мы сломали. Давай посмотрим, что у них здесь в лагере было. Бетон-2-5, мы направим самолёт, если укажешь цель. Так, пулемёт здесь неспроста. Сейчас на меня нападать будут? Так, у нас доступный авиаудар в этой зоне, получается, есть. Да? Зенитку мы зачистили. Бетон-2-5, помеха устранена, и разведка смогла прислать новые данные. Окей. Хорошо, пошли сюда. Новые данные. Вот сюда, получается, нам нужно теперь. Аккуратненько. Так, давай чекнем, что у нас здесь по разведочке. Боевое донесение. 1500 часов. Вступили в бой с бомбардировщиком. Один летательный аппарат был подбит, уничтожен. Я отправил патрульных, чтобы они нашли и захватили вражеских лётчиков. Понятно всё с этим. Значит, здесь нам нужно спуститься аккуратненько. Вот здесь вот аккуратненько. Вот так вот. Хуяк. И на тросе полетели дальше. 610 метров. Опа! Так, кто ещё? Кто ещё, пацаны? Патрики собираем, идём дальше. Всё, использовать аптечку, это мне не нужно. Хорошо. Разобрались с патрулём. Довольно дохленькие здесь вьетнамовцы. Я не знаю, может быть, это связано как-то, завязано на уровне сложности и так далее, скорее всего. Но, тем не менее, дохленькие довольны. Очень быстро умирают. У меня ещё есть пять авиаударов, которыми я могу производить зачистку. Это кто-то меня заметил там так? Смотри, там кто-то убегает. Мы потеряли с тобой все инстинкты просто. Просто тупо. 340 метров. Здесь где-то ещё есть. Охуеть, джунгли, сплошные джунгли. Вот это разрабы, конечно, наворотили. Это очень круто, то, что они так много всего здесь делали. Опа! Прикинь, каково пацанам будет неловко. Давай поиздеваемся. Ох, пацаны! Ох, пацаны, как шашлык! Были пацаны. И нет пацанов. Ёбаный насос. Они представляли крайнюю угрозу. Я не мог справиться без авиаудара, естественно. Кто здесь? Метательных ножей нет. Бамбуковая палка, ближний бой. Ладно, давай пройдём сюда. Всё-таки посмотрим, что это за командный пост такой. Как его зачищать? Либо не зачищать. Опа, там какой-то ящик свечи, смотри. Пиздюк вонючий, блядь. Чё маленький? Ну и где ты? Вкладки мои. Пост у тебя, говорят, здесь, да? Нихера себе! Вот это перекрытие крыжило просто, пацана. Так, значит, пост мы зачистили. Боеприпасы, боеприпасы, всё отжали. Идём теперь дальше. Там кто-то воюет где-то, непонятно. Чё за стычка? А, это моя метка стоит. 120 метров. Вот сюда нам нужно. Мы и стрелы здесь нашли. Полковник Лок, командир Ивна. А, здесь живёт полковник, ёб твою мать. Здесь мы сейчас зачистим особнячок полковника какого-то. Полковник говна. Его здесь охраняют по-любому. Так, значит, командир Ивна. Можно найти по всему региону. Их надёжно охраняют, устранив их, чтобы помочь союзникам. Интересный. Это он, да? Привет. Всё, я пошёл. Чё? Чё случилось, пацаны? У вас такая серьёзная охрана? Ебать, как же это получилось-то так? Как же так вышло? Ужас, пацаны. Ой, вы ещё одного потеряли. Как же так, ребята? Ой-ёй, тихо. Вот скорость мышки здесь прицеливания отвратительная в Far Cry. Тихо. Не смещайся там, блядь. Как в КС играть стоит. Так, хорошо. Чё там у полковника было-то хоть? Послание какое-то. Так, значит. Ну и что у вас здесь интересного есть? Интересного. В связи с повышением активности вражеской авиации мы перенесли командный центр в бункер у плантации. Ожидайте ежедневных отчётов. Ну, больше здесь ничего полезного, видимо, и нет. Так себе особнячок. Давай посмотрим, чё на втором этаже. На втором этаже нихрена нет. Охрана у него была слабейшая просто. Просто через окно убил ниндзя какой-то. Это очень неприятно. Для полковника момент, по крайней мере. Так, значит. Может быть здесь есть? О! Нихрена себе! А здесь живут женщины полковника, видимо. Ёлы-палы. У неё выражение лица мне... Я не знаю, как описать характер, но... Когда не понравилось, ДЛЦ, наверное. Так, давай посмотрим, чё здесь ещё глубже. Там псы! А пёс тебя чует! Я же присадил собак... Тихо, маленький. Так, хорошо. Собаке мы присадили, этому присадили. Что это за бункер? Там сверху кто-то идёт. Видимо. Пока непонятно. Куда мы идём, блядь? Они здесь... Тут полострова выкопано. Скоро в воду будем погружаться. Жесть какая! Куда я иду? Чуваки, вы в упор не видите, что ли, или что? Так, забираем здесь это всё. Это очень странно. Странное поведение у этих бойцов, ну ладно. Двигаемся ещё глубже, блядь. Маленький. Давай будем дружить. Давай ты станешь моей собакой, давай? Ну ладно, не надо. Не хочешь, не надо. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь дальше. Блядь, это жёстко. Это очень жёстко. Ну ладно, как бы, я понял, я принял. Вот это мне нравится вещь. С глушачком это уже веселее, как бы. Давай посмотрим, что здесь. Передавать зашифрованным. Согласно приказу в этом секторе организовано ПВО. Да, это понятно. Так. Теперь мы, видимо, выбираемся наверх, ё-твою мать. Вот это жесть какая. Бункер, смотри-ка. Зажигательные стрелы, разрывные стрелы, дымовые стрелы. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, братишка. Сколько здесь всего. Посмотри, мы с тобой нашли зажигалка. Зачем мне зажигалка? Остров-то большой получается. Пока мы доберёмся до главного места, здесь много чего нужно будет зачистить. Так довольно интересно. Но какие-то войны слабые. Братишка, я думаю, на этом нам нужно первый взгляд наш закончить. Если тебе это нравится, я продолжу ещё. Вот. Атмосферка есть, атмосферка есть. Поиграть в такое можно. Даже интереснее, чем оригинальный Far Cry, на самом деле. По моим ощущениям, личным. Потому что здесь вот... Ну, как тебе объяснить? Своя такая атмосфера. Своя атмосфера вьетнамской войны. Патрулей маловато, правда, вражеских. Но, тем не менее, чувствуется что-то такое. В общем, тебе, если понравится, я продолжу, братишка. Пиши, что думаешь по этому поводу. Мы увидимся на новом видео. С тобой был Шимору. Пока-пока. Пока.